На этом может быть несколько причин. И первое, что нужно сделать, если вы не худеете, это, конечно, обратиться к специалисту для того, чтобы исключить какие-то заболевания, которые могут быть в вашем организме, и начать правильно худеть. Чаще всего при обращении к эндокринологу, как правило, мы являем пациентов нарушение работы щитовидной железы. То есть, когда щитовидная железа снижает свою функцию, при этом замедляются все процессы в организме, в том числе и замедляется распад жиров. В таком случае человек может, как называется, сидеть на диете, ничего не кушать, но худеть он при этом не будет. И уровень гормонов щитовидной железы, который определит вам врач по лаборатории, покажет, насколько серьёзное отклонение в работе щитовидной железы. Значит, если же в работе щитовидной железы мы не выявили никаких нарушений, то здесь ещё нужно посмотреть уровень сахара в крови, потому что может быть начинающийся сахарный диабет, особенно если у кого-то из родственников был, и вы можете совершенно не чувствовать никакие симптомы, но при этом с весом тоже могут быть проблемы. Значит, если же врач-эндокринолог исключил все заболевания, и у терапевта вы элементарное обследование общеклиническое прошли, никаких заболеваний не выявлено, то тогда уже можно начинать худеть, как мы говорим, по-настоящему. Значит, для этого необходимо, конечно, в первую очередь завести пищевой дневничок, которым вы будете фиксировать все продукты, какие вы съели за день. Многие, переходя на диету, начинают употреблять очень много мюсли в разных видах. Но мюсли – это очень опасный продукт, на самом деле он содержит в себе часто орехи, какие-то фрукты, которые по калорийности обладают очень высокими свойствами, очень высоким калоражем. Поэтому обязательно, если мы переходим на мюсли, нужно смотреть, что в составе. Орехи – это скрытый калораж, фрукты – это скрытый калораж. И если еще фрукты в мюсли будут кисловатые, они будут стимулировать выработку желудочного сока, и снова будет повышаться аппетит. То есть мы попадаем в запоколдованный круг. Об этом, конечно же, надо помнить. Бывают еще такие случаи, что пациенты полностью заменяют сахар на мед, и считают, что это адекватная замена. На самом деле мед, хоть и натуральный продукт, но он тоже обладает очень высоким калоражем. Вот эти моменты все, конечно, необходимо помнить. Может быть неадекватная физическая нагрузка. То есть пациент может истязать себя физическими упражнениями, но при этом тоже не худеть. На самом деле очень полезны обычные повседневные нагрузки. Это ходьба пешком, это езда на велосипеде, это лыжа, это плавание. Если же другие специалисты разрешают использовать эти виды физических упражнений. То есть физическую нагрузку у нас это один из основных методов, которые мы добавляем к нашей диете. Кроме того, необходимо употреблять достаточное количество жидкости, обычной чистой воды, потому что при употреблении воды у нас ускоряется обмен веществ, вымываются все ненужные продукты, и в таком случае за счет ускорения обменных процессов тоже идет снижение веса. Значит, многие пациенты задают еще такой вопрос. Взвешиваются на весы, весы не показывают никакое уменьшение веса. Нужно помнить о том, что мы не только весами контролируем свой вес, мы его контролируем еще и окружностями. То есть нужно взять сантиметр, измерить окружность талии, посмотреть, потому что та жировая прослойка, которая у нас находится в области живота, мы его называем внутренним бисцеральным жиром. Это в первую очередь тот жир, который мы стремимся убрать. Поэтому этот момент тоже очень важен. Значит, кроме того, правила взвешивания все, конечно, знают. Это утром натощак в одной и той же одежде, встаем на весы и смотрим динамику веса.